Ну вы же все понимаете, да, то что нельзя вот так здесь оставаться, мы не сможем здесь еще сутки просидеть, учитывая сколько мы часов уже в этой комнате, надо, надо искать какой-то выход, я уверен, что здесь есть какая-то вентиляция, через которую мы сможем отсюда вылезти, или еще что-то, пока вот этот граф-трак у нас снова не вернулся. Или двери эти проклятые открыть, или еще что-то открыть, я вообще ничего ломать не могу, какая-то заколдованная эта комната, может там бомжара, вот этот до сих пор сидит, бомжара, бомжара, сюда подойди предатель сраный, дверь открыл, давай быстро, тут и Леночка твоя, тут и теща твоя, все по мелке, тебе самому-то не стыдно, что ты делаешь, как ты мог все это время работать на Дракуну, предатель сраный, дверь открыл прям сейчас быстро, у меня на глазах открыл дверь, и мы отсюда выбираемся, быстро, в эту же секунду, бомжара, давай! То-то оно и было, открывай эту дверь сраную! Дверь открывай, не люк мне, открывай, как ты хочешь, чтобы я через этот люк выбрался? Ты чё чудишь, бомжара? Мы с тобой с первой, вот этой серией жизни ютубера знакомы! Выпусти нас отсюда быстро, я, может, еще подумаю и прощу тебе вот это все предательство, быстро, пока вот этот граф-дракула не вернулся! Да я хочу вас выпустить, но не могу! Это кто тебе сказал, что ты нас выпустить не можешь? Просто подойди к этой двери, с другой стороны, клацни на нее, и все, она откроется прямо сейчас! Давай, пока вот эта кровосися, главное, не вернулся! У него моя Леночка, он приказал мне делать все, что он скажет, иначе он ее кокнет! Да не кокнет он твою Леночку, это его дочь, ты думаешь, что он кокнет свою дочь? Просто открой дверь, короче, смотри, мы сейчас берем Леночку, и я со Степой ее будем тащить у себя на плечах, ты открываешь дверь, и мы просто отсюда сваливаем моментально! Граф-дракула даже не успеет заметить то, что мы все отсюда пропали, тебе просто надо открыть эту сраную дверь! Вот и все! Не-не, не получится, он вас из-под земли достанет, нет смысла убегать! Да че ты очкуешь-то, я тебе говорю, он не успеет сюда вернуться! Ты открываешь дверь, и мы сваливаем отсюда моментально! Бомжар, обы- Да это я сам с собой разговаривал, пока я здесь находился, у меня эта шизофрения образовалась! Слушай, ты кровосися, красноглазый, я тебе даю последний шанс, ты ли нас отсюда выпускаешь или я с тобой? Пока не знаю что, но я тебя точно рано или поздно на вампиричий шашлык пущу, я тебе обещаю! Готовы играть в игру? С этой комнаты в живых выйдет только один! Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Да, да, да-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-ээ-э-э-э-ээ-э! Все, граф Дракула, вы уходите нам здесь в этой комнате просто замечательно! Давай мы с тобой ни в какую игру играть не будем, пожалуйста! Вы все причинили моей семье много боли. Теперь вы должны поплатиться за это. Мы причинили много боли? Да мы, да, 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 твоя семья это бабка ёшка Елена Ветрянкина. Вот кто твоя семья? И ты, собака-то такая сутулая. Не мы тебе причинили много боли, а ты им причинил много боли. Или ты думаешь, что бабка ёшка мне ничего не рассказывала? Бабка ёшка, расскажи ему то, что ты мне рассказывал. А зачем она будет рассказывать? Ты и так все знаешь. Ты их бросил. Батя вот такой, да, отец называется. Как только Леночка родилась, мне бабка ёшка рассказала, что ты из семьи ушел. А вот сейчас, спустя столько много лет, ты вернуться решил, да? Совесть, наверное, замучила, да? Хочешь папой быть хорошим для Леночки, да? Вот как оно значит. Так это ты им боль причинила, а не они тебе боль причинили. Так вот, что она вам рассказала. Я вас, наверное, разочарую, но ваша бабулька навешала вам килограмм лапши на уши. О чем это, он говорит, бабулька? Ничего она нам не вешала, она нам рассказала всю правду про тебя и про ваши отношения, как ты предал Леночку и ушел из семьи. А, в смысле, какую лапшу? Давным-давно мы с бабулькой были женаты и в один день хотели завести детей. Спустя ровно девять месяцев на свет появилась моя дочурка, Леночка. Это ты нам сейчас сказки будешь рассказывать или что? У нас была счастливая семья, но в один день все кардинально изменилось. Бабульке, походу, стало скучно жить. И у нее на стороне появился мужик, которого звали Антон. Антон, мужик Антон, ты что сейчас зафигню-то несешь? Мужик Антон, это что-то знакомое. Антон, это бывший муж Леночки Ветрянкина, они бабульки. Ты что-то путаешь, бабулька, скажи ему, что за дочь какую-то несет, врет и походу вот это не стесняется. Расскажи ему то же самое, что ты нам-то рассказала, что он из семьи ушел. А что дальше было мне просто интересно, а вот просто любопытство. Когда Леночка немножко подросла, бабулька с Антоном ограбили меня. Они украли все мои сокровища и смылись на другой конец планеты. В тот день я пообещал себе найти их и отомстить. Тот самый день мести настал именно сейчас. Бабуль, ты могла быть моей графиней Дракулёной, а ты меня предала. Не, 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 стоп, 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 стоп. Потому что бабулька нам все это время рассказывала совершенно другую историю. То, что ты ушел с семьи, ты предатель, ты скотобаза, ты вот эту Еленочку оставил, дочурку свою родную, родную, вот это на произвол судьбы с бабулькой. А сам пошел шляться по другим бабам. Вот что мне рассказывала бабуль. Бабуль, это же не правда бабуль, то, что он сейчас рассказал. Бабуль, это же не правда, ну скажи ему то, что ты нам рассказывала все это время. Бабулька. Баб, баб, бабуль, это же не правда, то, что ты с каким-то мужиком Антоном замутила. Бабуль, это же не правда, то, что у тебя мужик Антон какой-то. Это правда. Это правда, она, она отворачивается, не хочется, она разговаривает. Так ты скотобаза старперческая все это время нам врала? Милот, ну я тебе немножко приукрасила историю вот это, но суть одна и та же как бы. Обосраться ты приукрасила историю, ты мне наоборот все рассказала. То, что это граф Дракула из вашей семьи ушел и оставил тебя воспитывать саму Леночку. Леночку, это ты смылась со всеми его деньгами, еще и замутила с каким-то мужиком. Подожди, Лена тоже походу нам врала. Лена раньше нам рассказывала то, что Антон это бывший ее муж. Это не бывший муж Елены. Это твой бывший мужик. Так, все, короче, выпускай нас, чертой бабушки, отсюда. Мне вообще без разницы, что с ними будет. Я вас видеть в лицо даже не хочу, что одну, что другую. Они нам врали в сезон жизни ютубера. Степа, может и ты мне врешь все это время, а? Может, мелкий это твой сын? Просто ты мне ничего не рассказываешь. Я уже не знаю, просто кому верить в этом городе, а кому не верить-то. Хватит трепаться языками, сейчас вы все поплатитесь за это. Аааа, нет, стоп. Я тут, я со своими мужиками, вот Титикака, Мелкий, Степа, Гена. Мы тут вообще не при чем. Мы просто шли по улице, споткнулись в этом вот этом подвале как-то оказались. Мы с ними вообще не в компании даже. Нас ты можешь выпустить, а с ними там уже решать свои дела, делишки дальше, а? Вы знакомы с бабулей, а значит вы ее друзья. Вы все должны поплатиться за это. Так, подожди, ладно, если мы ее друзья, то да, все это говно нам надо решать вместе. Подожди, ты сказал то, что они, вот эта бабуля с Леночкой и с Антоном похитили твои сокровища, да? Значит, эти сокровища где-то спрятаны. Не могла бабуля израсходовать их за все эти годы на что-то. У нее огромный трехэтажный дом построен. Слушай, а если мы сейчас пойдем, найдем эти сокровища, вернем их тебе обратно, и ты тогда нас отсюда всех выпустишь, а? То есть, ну посмотри, мы сейчас пойдем, их найдем, а бабулька с Леночкой останутся тут. Ну то есть, как бы, ты ничего не потеряешь. Если мы вернемся, то же с сокровищами. Если не вернемся, ну тогда кокнешь бабульку и Леночку. Как тебе такое предложение, Драгуленок ты наш? Хм... Об этом я как-то не подумал. Ну, а я тебе о чем говорю? Я сейчас беру, короче, трех мужиков, беру Мелкого, вот эту Степу и Гену, мы идем ищем сокровища, потом возвращаемся сюда обратно, все очень просто. Бомжара, бабулька и Лена остаются здесь, и Титикака даже здесь остается. Нет, бери только двух, я даю тебе 20 минут на все про все. Ну ладно тогда, Степа, ты со мной, и Мелкий ты тоже со мной. Генка, ты остаешься здесь за Старшего, сиди за Титикакой, за Бомжарой, за всеми остальными, чтобы Драгул этот фигни никакой не затворил. Все, 20 минут, мы возвращаемся с сокровищами. Все верно. Ну или ты кокаешь бабку-ежку, в принципе, она это сегодня заслужила. Время пошло. Так, Бомжара, вот сейчас ты точно можешь открывать нам двери. У нас 20 минут, чтобы найти сокровища. Открой давай двери, быстро. Давай, давай, выходите, выходите, Мелкий. Все, мы скоро вернемся, Генка, ты за Старшего. Закрывай за нами двери. Бомжара, я бы тебя, конечно, сейчас по башке стукнул, а ты тут не виноват. Все, через 20 минут мы вернемся, я тебе обещаю, мы спасем и тебя, и твою Леночку. Ничего с ней не случится. Возьми, тебе это пригодится. Э-э-э, ну это мне точно пригодится. Спасибо огромное тебе, Бомжара. Все, давай, закрой за нами двери, мы скоро вернемся. Так, вы готовы? Вы готовы спасать всех наших друзей или нет? Тогда надо с этого дома выбираться. Тут вроде выход через второй этаж. Все, давайте. Жопу на второй этаж потащили, быстро, давай, Степа. План есть, просто нужно пойти в дом к бабке-ежке и найти все сокровище, которое она староты взяла у графа Дракулы. Ну как бы, проще простого. Только надо бы подумать, где она могла спрятать весь вот этот клад и все эти бабки, которые она наворовала. Так, все, давайте тогда все за мной. Не, 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 не. Вы, 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 вы как бы это, стоп, мужики, подождите. Нас отправил лично граф Дракула, вы нам сейчас мешать не должны. Мы идем в дом к бабульке, чтобы в сокровище все найти. Это, это, ты стоп, ты, ты башкой своей соображаешь? Мы идем в дом к бабульке, чтобы вернуть все сокровище графу Дракуле. Пропустили нас прямо сейчас. Ёберные кокосы, походу, тупые, да? Слушайте, вы же те самые вот эти вампиры, которых я в прошлой серии в комнате вот этой заметил. Вы же вот эти вампиры-тиктокеры, да? Не, 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 да, 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 да. А кого мы это видели тогда в той комнате? Вы же в вампирский тик-ток вампирские тик-токи снимали. Я же вас видел. Короче, мужики, давайте мы с вами поговорим, как мужики с вампирами, а? Короче, мы с вами сейчас снимем один тик-ток. Я выложу тик-ток к себе, а вы выложите к себе вампирский тик-ток, а? У всех есть плюсы, и вы нас после этого отпустите. У меня этот тик-ток сто процентов зайдет. Миллиард просмотров, типа, ну, как бы ролик с вампирами. И в вашем вампирском тик-токе тоже этот ролик зайдет. У вас как бы будет просто обычный ролик с обычным смертным, как я, а? Все останутся в плюсе. Согласны или нет, мужики? Давайте решайте. Ага, ага, ну тогда хорошо. Мелкий, держи камеру, снимай нас. Так, мужики, все, остановитесь возле меня. Ну вот видите, как просто договориться с тик-токерами. Как бы тик-токеры же тоже люди получаются, даже учитывая, что они вампиры. Короче, запоминайте движения. Нога вправо, нога лево, вот это суставо бедрными мышцами, вот это подвигали. Перекрутились, повернулись и все, и танец готов. Ну тогда давайте на счет. Раз, два, три. Трясите жопой, трясите жопой. Плюс миллион просмотра обеспечит жопой. Трясите главное. Ага, вот так, вот так. Ииииии. Все, 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 все. Мелкий все записал на камеру. Молодец, все, мужики. Вы мне скиньте свои отметки Как у вас там называются ники в вашем вампирском Тиктоке, я вас обязательно вот это Отмечу, хорошо? Ага, собака Кровососка и Собака-комар-убийца А, все, все, мужики, я вас отмечу Не переживайте, все, идите дальше, охраняйте бомжару Так, мелкий Степа, давайте Вниз, давайте, спускайтесь, у нас Времени мало, там же вот этот Дракула сказал, у нас 20 минут Есть, но по сути у нас уже минут 15 Где-то осталось, все, давайте, за мной, быстро Самая главная суперспособность Которая у меня есть, это то, что мы с вами Можем выкрутиться из любого говна Которая происходит в этом, в этой жизни Ютубера, самое главное сейчас найти Это сраное сокровище, потому что граф Дракула Тогда точно не отпустит всех Наших друзей, стоп Походу ситуация, которая Была только что, повторяется, с вами мы Тикток точно снимать не будем, мы От графа Дракулы, Михалыч, Людмила Мы идем за сокровищами Чтобы вернуть графу Дракуле Вам понятно, или с вами Реально тоже тикток вампирский снимать Оперный капот, да вы че не понимаете Приказы от вашего начальника Степа, твой выход, давай Спиритус, говникурус, в унитакурус Давайте, давайте, валите оттуда Давай, валите отсюда Степа, ты че, новое заклинание вот это выучил Валите отсюда, давайте Но не на моей же машине Отсюда валите, с каких пор Вампиры, машины начали Воровать им права получать Ёперный капот Че-то в этой серии не может быть Все спокойно Степа, ты на свою вот эту тарантайку Давай садись на вот эту розовую Мелкий, ты давай вот сюда за мной У нас же есть еще вот эти Пайки, так, мелкий, это твой Бери себе розовый, я на голубом поеду Ты готов? Все, давайте тогда за мной Встречаемся возле дома Бабки-ежки, давайте, не отставайте Че так все сложно в этой жизни Даже вампирские тиктоки не помогают уже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова